Спрос на новостройки упал просто нереально. В 2021 году в апреле напродавали 7100 квартир, в апреле 2022 года – 400. Вообще удивительное дело. Спрос на новостройки в Москве падает, топ. Доля российских покупателей недвижимости в Дубае выросла на 67% в первом квартале этого года. Власти предложили льготную плюс рыночную комбинированную ипотеку. Всем привет, дорогие друзья! Это видеоблог «Хочу квартиру» и я, Никита Журавлев, эксперт рынка недвижимости. И сегодня рубрика «Задвижки по недвижке». Обсудим, что же произошло у нас на рынке недвижимости. Пока все отдыхали на майских праздниках, ездили в Дагестан, в Абу-Даби, еще куда-то, пришли очень хреновые вести. Конечно, этих вестей рынок ждал и готовился к нему. Спрос на новостройки упал просто нереально. Вообще было ожидание падения спроса и пока все на майских праздниках тусовались, гуляли, коктейльчики пили. Александр Пыпин, аналитик рынка недвижимости, компания «Датафлат» подвела итоги апреля. Апреля продаж по новостройкам, и они, конечно, печальны. Рынок упал на 50%. Это был первичный срез у Александра о том, что спрос катастрофический упал. Пришли данные по Москве, Новой Москве, Московской области, и он сравнил год к году и месяц к месяцу. По моему мнению, эти данные не очень корректные. И корректные циферки будем смотреть в пятницу в прямом эфире Сергеем Лабженидзе, директора BenMepro, аналитический центр рынка недвижимости. Мы глубоко разберем Петербург, Москву, кто сколько продал, какая ипотека была и так далее. Самое важное, мы посмотрим, кто вообще ничего не продал в апреле месяц. А почему это плохо, я вам объясню чуть позже. Вообще, давайте посмотрим циферки по Москве. Если мы будем сравнивать апрель 2021 года и апрель 2022 года, то продажи в границах Старой Москвы у нас упали на 40%. В 2021 году в апреле напродавали 7100 квартир, в апреле 2022 года – 400, это на 40% меньше, чем в прошлом году. Выручка застройщиков упала на 40% также, было 120 миллиардов, стало 70 миллиардов. Застройщики начнут сейчас плакать. Новая Москва провалилась у нас также год к году на 37%, в прошлом году нам продавали 2400 лотов, в апреле этого года – 1500. Выручка упала у застройщиков также на 20%, ценник к прошлому году поднялся на 30%, сильно. Московская область у нас провалилась на 45%, в прошлом году нам продавали почти 7000 лотов, в этом году, в апреле 2022 года на 3800, 3800 тысяч штук продали. В целом, картина, конечно, печальная и это все, что вы ждали, что рынок грохнется, цены пойдут вниз. Но нет, цены остаются пока прежними. Застройщики стоят и тужатся. Мы с Сергеем поговорим в пятницу, рынок просел не на 50%, а на 70%, потому, что у Александра Пыпина идет аналитика по регистрации, а у Сергея по заключению договора для его участия. И мы посмотрим в пятницу точные, идеально вычищенные цифры и целый час будем разбираться. Поэтому подписывайтесь на канал, в пятницу мы обсудим в прямом эфире в 6 часов. Не пропустите. Ценники, застройщики не собираются опускать. Вообще, на самом деле, удивительная штука. Несмотря на все потуги властей, которые делают льготную ипотеку, сегодня она 9, льготная субсидированная ипотечная ставка, спасибо Марату Хуснулин, который все делает для строительного рынка, чтобы строительные материалы не дорожали, чтобы льготная ипотека была доступной. Более того, власти предложили льготную плюс рыночную, комбинированную ипотеку, где увеличивается объем денежных средств, который вы можете взять. Это примерно 30 миллионов вы можете взять в ипотеку по льготной ставке. Если раньше можно было 12 миллионов взять, то сейчас можно комбинировать, брать и рыночную, и льготную в тех же самых параметрах и получится у вас 30 миллионов вместо 12. Это тоже предложение властей и уже одобрено и запущено. И, конечно, несмотря на эти все потуги, которые делают власти для застройщиков, застройщики стоят на своем. Как они оправдывают эту стоимость? Что у них за основной аргумент? Аргумент заключается в том, что строительные материалы выросли и производство становится дороже. Производство становится дороже, ну, хорошо, ну, на 30, на 50%. АСМР вы знаете, сколько стоит строительно-монтажная работа в проекте? Сейчас, наверное, 120-150. Не важно. Самое важное, что повышение строительных материалов никак не сказывается на стоимости продаж. Вообще удивительное дело. Если мы говорим, что спрос на новостройки в Москве падает, то доля российских покупателей недвижимости в Дубае выросла на 67% в первом квартале этого года. В рейтинге самых активных инвесторов дубайских рынков недвижимости Россия поднялась с 7 на 5 место, уступая только Великобритании, Индии, Италии и Канаде. Все, кто хотел закупиться, закупились в прошлом году и в первом квартале этого года. Покупателей, в принципе, больше не осталось. Откуда будут брать застройщики-покупатели? Сейчас мы видим удобные финансовые инструменты, которые предлагаются на рынке. Ипотека чуть ли не 0,1%. Все застройщики дают льготную ипотеку, субсидированную от себя, 4-5%. Сейчас комфортные, удобные рассрочки, когда вы платите первоначальный взнос, 15-20%, а остальные платежи растягиваются до конца стройки или вообще в конце стройки все отдают. Сейчас будут придумываться разные финансовые инструменты, чтобы привлечь покупателя. Конечно, в этой стезе мы можем ожидать в ближайшее время 2-3 месяца до конца лета каких-то скидок. Почему я сказал, что самые опасные застройщики – жилые комплексы, где продажи в апреле ноль, в мае ноль. Вот они, вот эти проекты, за ними нужно пристально наблюдать. То есть, они первыми дадут демпинг, они первыми сделают какую-то скидку, им деваться некуда. А как только начнутся скидки, так все как карточный домик туда и полетят. В мае тоже не будет продаж. Ну, смотрите, уже полмесяца прошло, все только возвращаются. Ведь покупатель сейчас не торопится, он сейчас выжидает. Вообще ипотеки отыграются на рынке? Большой вопрос. Ведь когда рынок падал в 2020 году, тогда была понятна проблема. Клиенту нужна была инъекция льготной ипотеки. А сейчас поможет ли эта льготная ипотека на рынке новостроек? Вторичку чуть-чуть откачали, там ипотечная ставка 14%. А чтобы что-то купить, нужно что-то продать. А вторичка сейчас тоже упала. Что там происходит, одному Богу известно. Росреестр дает нам цифры только спустя месяц. Поэтому апрельский показатель по вторичке мы увидим только в конце мая или в июне. Вообще, обратите внимание, что потребительский спрос схлопывается. Это большая проблема, которая сейчас будет только развиваться. Автостат тут объявил, что продажи новых легковых авто в апреле упали аж в три раза по сравнению с мартом. Это данные автостата. Но мы помним, что в марте и так были фиговые продажи у автомобилей. Автомобили встали, квартиры встали. Потребительский спрос просто на нуле. Нас ждет веселые времена. Июнь, июль, август. Времена отрезрения, понимания, что происходит. Адаптация к новым условиям. Как жить-то дальше будем? Более того, дорогие риэлторы, а вы-то как жить будете? Спрос уменьшается. Вас так много. Вы там все берете по 3-4% своей комиссии, а покупателей-то все меньше и меньше. Будете грызть друг друга за покупателей? Или комиссионные снижать? Или что делать-то? Вас так много. Вы же такие крутые, вы же такие специалисты, вы же такие прям консалтеры. Вы умеете зарабатывать деньги на новостройках и всех покупателей призываете покупать новостройки с целью инвестиций. Показываете свой опыт в 20-30-40-50-60% годовых. А теперь покажите такой рост. Что будет дальше, будем наблюдать. И всем хотел еще раз напомнить. Мы также присутствуем в Тележке, ВКонтакте, ссылки в описании. И в пятницу не пропустите глубокий анализ рынка новостроек за апрель месяц. Мы посмотрим, кто сколько напродавал, какой на самом деле объем падения, как долго мы будем ждать оттепель и когда рынок вернется в нормальное русло. Будем ждать. На этом все, дорогие друзья. Я желаю вам хорошего рабочей недели, хороших продаж, хороших покупок. Держите руку на пульсе и берегите себя.